Уважаемые товарищи, все, кто участвует в «Бессмертном полу», А можете сказать, сколько вас приехало и цель основная? Мы пока здесь вдвоем, но сейчас все подъедут сюда в 11.30. Цель основная — поддержать своих. И, как говорится, этот «Бессмертный пол», я считаю, это ничего такого нет плохого. Поэтому надо поддерживать. Не возьмете, уже не напишите имя. Все, не свежая. Ну, я все равно. Если по инстаграме, то больше не будет. Не обратно, больше, на то, что важно. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Санкт-Петербург Это мая означает, наверное, самый главный праздник в жизни, потому что он дал нам возможность остаться в живых после окончания такой кровопролитной войны. Мы каждый год отмечаем месяц по сочкам и сами. С праздником вас! Вот как родилась идея такого флага? Эта идея не моя, это идея парня, он живет в Берлине. И, поехав в Москву, он сделал такой эскиз, предложил дизайнерам, они обработали. И вот сейчас он привозит их в Германию всем желающим. Это связано с этими нашими выступлениями, демонстрациями и с нашими общими праздниками. День Победы один из самых великих для нас праздников. А сколько таких флагов уже в Германии? На сегодня я точно не могу сказать. Я знаю, что еще заказы в России не привезенные. Около 20 штук. И как вот немцы воспринимают? Нормально. Немцы нормально воспринимают. Потому что это понятно, как еще объяснить словами. Флаг означает дружбу Германии и России. Здесь в этом флаге все, по-моему. Конец. Встреча с Казахстан. Встреча с Казахстаном. П vidéo. Это не repertoire? Нет, это требование. Найд Então. Справедливо. Редактор с Казахстаном. Понравится. Встреча с Казахстаном. Наши парень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 для военнопленных, для тех, кто потерял сражение против Франковой. Оттуда их эвакуировали пароходом в Советский Союз, единственный пароход, который позволили вводить власти из Франции. После этого в 1941 году он пошел добровольцем сражаться против фашистских захватчиков на стороне Советского Союза. Он зачислил бригаду НКВД особого назначения и заброшен за линию фронта в тыл врага, где организовал партизанские отряды и диверсионные группы, которые, так сказать, орудовали на всей территории фронта за линией врага. После окончания войны работал на Украине в Днепропетровске с Толиваром, ну, где, по сути, и скончался в 1981 году. День Победы, День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы! День Победы! День Победы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok